Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я постараюсь сегодня рассказать об изменениях в классификации опухолей костей и мягких тканей. Новая классификация вышла в начале 2020 года, и она вышла как в печатном виде, так и сейчас доступна в электронном виде по подписке, которую можно обновлять ежегодично на сайте ВОЗ. Самое главное, о чем хотелось бы сказать, что в обновленной классификации очень изменился подход к представлению материала. Теперь уж точно не стоит воспринимать эту книгу как справочник для морфолога, но прежде всего это должна быть настольная книга вообще для всех специалистов, которые занимаются лечением сарком. Потому что вот справа мы видим страницу из предыдущей классификации 2013 года, а слева мы видим стандартные рубрики, которые представлены практически в каждой статье новой классификации. И мы видим, что появилось много новых отдельных рубрик, таких как приемлемая и неприемлемая терминология для данной нозологии, отдельно выделены по типу, в опухолях костей отдельно и довольно объемно представлены как клиника, так и радиографические характеристики каждых опухолей. Практически у каждой нозологии появилась отдельная рубрика, посвященная патогенезу и диагностической молекулярной патологии, на которую вообще в новой классификации сделан большой убор, так как благодаря новым методикам геномного секвенирования мы за последние 7 лет очень много узнали о молекулярных генетических характеристиках опухолей мягких тканей и костей. И также появились отдельные графы, посвященные стадированию, прогнозу. Практически для каждой опухоли отдельно отражена, релевантна ли для нее цитологическая диагностика. Также давайте пройдемся по основным именно новым нозологиям, которые появились в новой классификации. В адипоцитарных опухолях появилось несколько принципиально новых нозологий, таких, например, как атипическая веретеноклеточная, либо плеоморфная липоматозная опухоль. Эта опухоль характеризуется тем, что в отличие от других опухолей адипоцитарной породы, таких как высокодифференцированная, дидифференцированная липосаркома, она не имеет амплификации в гене, гена MDM2 и CDK4. При этом она экспрессирует CDK4 и также она характеризуется местно-агрессивным инфильтративным типом роста. При этом с помощью иммуногистохимической и также молекулярной диагностики мы можем установить, что для этой опухоли характерно отсутствие экспрессии FB1. Также новая нозология, довольно редкая опухоль, миксоидная плеоморфная липосаркома, которая встречается преимущественно у детей и людей молодого возраста и довольно часто локализуется в сайдостении. Это чрезвычайно агрессивная опухоль с высокой частотой рецидивов и очень активным метастазированием, прежде всего, в легкие кости и мягкие ткани. Для данной опухоли, и, собственно, почему она была выделена в отдельный морфологический тип, характерно то, что в ней отсутствует характерная для обычной миксоидной липосаркома перестройка DD-IT3 и отсутствует амплификация MDM2. Морфологически она выглядит как опухоль из мелких округлых и веретиновидных клеток, располагающихся в миксоидной, часто отечной строме, что, в общем, похоже на миксоидную липосаркому, но не встречается большое количество высокополиморфных, крупных клеток с полиморфными ядрами, включениями в цитоплазме, большое количество метозов, то есть фактически как бы области, напоминающие скорее хайгрейдсаркому. Также изменения произошли в опухолях фибробластического ряда. Например, для сцилитарной фиброзной опухоли появилась обновленная модель стратификации риска. Они теперь делятся не просто на доброкачественное и злокачественное, а стратифицируются по определенной шкале, которое учитывает возраст пациента, количество методическую активность опухоли, ее размеры и объем некротизированной опухолевой ткани на три вида, на опухоль с низким, средним и высоким потенциалом злокачественности. Также в фибробластических опухолях появилось тоже несколько новых нозологий. Например, поверхностная CD34 позитивная фибробластическая опухоль, опухоль, преимущественно локализующаяся в коже и подкожно-жировой клетчатке верхних и нижних конечностей, и которая характеризуется выраженным ядерным полиморфизмом, но при этом низкой методической активностью. Опухоль по определению с промежуточным потенциалом злокачественности может местно рецидивировать, и существует пока только один опубликованный кейс метастазирования в региональные лимфоузлы. Данная опухоль, как мы видим, характеризуется экспрессией CD34, что следует из названия, и также экспрессией цитокератинов. И, собственно, ее морфология, вот такой выраженный ядерный полиморфизм, может повлечь в том числе диагностические ошибки. Поэтому нужно быть внимательным в данном случае с диагностикой. Также появились такие нозологии, как мы видим. Многие новые нозологии в ее названии вынесены характерные для данного типа опухоли генетические перестройки, такие как EOS R1-MAT3-позитивная фибробластическая опухоль, доброкачественная опухоль из мономорфных веретиноидных клеток, локализующаяся в мягких тканях кисти и стоп и характеризующаяся ядерной экспрессией ERG. Ангиофиброма мягких тканей довольно редкая опухоль кожи и подкожной жировой клетчатки, которая характеризуется тоже специфической генетической перестройкой, но имеет неспецифический иммунный фенотип. Также выделена новая группа опухолей, так называемая веретино-клеточная опухоль из перестройки гена NTFK. Это на самом деле спектр опухолей, которые могут быть как доброкачественными и местно-агрессивными, так и злокачественными. При этом они могут быть и low- и high-grade морфологии, представляют из себя преимущественно веретино-клеточную опухоль, с фиброзно-отечной струмой и инфильтративным ростом. Чаще всего встречаются у детей и расположены периферически. Что здесь важно, что особенно в high-grade опухолях до 80% случаев выявляется специфическая перестройка NTFK1, которую в подобных случаях можно использовать как таргет для лечения данных опухолей с помощью тирозенкинас ингибиторов. И характеризуется специфическим умонофенотипом, при котором опухоль экспрессирует С100, но при этом не экспрессирует СОКС-10, другой маркер нейрогенной дифференцировки, и диффузно экспрессирует CD34. В разделе опухолей гладкомышечной природы выделена также новая нозология воспалительная леомиосаркома. Эта опухоль морфологически сходная с леомиосаркомой, но при этом имеющая выраженную стромальную воспалительную инфильтрацию, преимущественно лимфоидную и отличающийся кариотип. Для данной опухоли характерна частичная гаплоидизация кариотипа, что отличает ее от конвеншеного леомиосаркома. Также большая галпа опухолей с перестройкой гена USP6, в которую входят такие нозологии, как надулярный фосцеид, аневоизмальная костная киста, фиброкостная псевдоопухоль пальцев, осифицирующий миозид, клеточная фиброма сухожильных влагалищ и корнеальный фосцеид. Все эти опухоли характеризуются данной перестройкой с различными фьюжн-партнерами, которые здесь указаны на схеме. Соответственно, это во многом объясняет нам их общий педагенез и сходную в некоторых случаях морфологию. Отдельно в новой классификации, в отдельную группу, раньше совкома Юинга находилась в разделе опухолей костей, сейчас совкома Юинга и другие недифференцированные как влоклеточные совкомы, выделены в отдельную главу, так как они могут локализоваться и в костях, и в мягких тканях, и иметь висцеральную локализацию. При этом при их общности морфологии эти опухоли имеют нюансы как в морфологии, так и в патогенезе и характеризуются тоже специфическими перестройками. Собственно, они называются по наиболее популярному фьюжн-партнерам, то есть для совкома Юинга это перестройка EWSF Fly1 в 85% случаев и EWSF Edge в 10%. А для других юнгоподобных совком, таких как CIC, совкома характерна чаще всего перестройка CIC DUCS-4, для БИКО в совкома характерна перестройка CC-NB3. Также глобальным изменением является постулирование в главе о опухолях костей во вступлении к данной главе мультидисциплинарного подхода в диагностике и лечении опухолей костей со ссылками на проведенное за это время исследование постулируются данные принципа. Опухоли костей должны обсуждаться мультидисциплинарной командой, в которую обязательно входит лучевой диагност, патолог, хирург, ортопед и онколог, которые будут лечить данного пациента. Гистологический диагноз в подавляющем большинстве случаев не может быть поставлен без корреляции с данными лучевой диагностики и биопсия опухоли должна быть выполнена в референсном центре, в котором работают люди, накопившие большой опыт в лечении данных опухолей, потому что саркомы являются все-таки редкой патологией и если данная процедура выполнять не в референсном центре, это может погодно сказаться на дальнейшем течении заболевания и планировании лечения, в том числе хирургического. И также патолог должен для наиболее точного и полного морфологического диагноза и репорта, который от нас ждут клиницисты, обязательно должен быть проинформирован о всей клинической информации и иметь доступ к данным лучевой диагностике и клинике у данного пациента. Также в разделе опухолей костей тоже появились новые нозологии, например, центральная атипичная хрящевая опухоль, что можно здесь провести аналогию с атипической липоматозной опухолью в группе адипоцитарных опухолей. Центральная атипичная хрящевая опухоль это морфологически не отличающаяся от хондосовкома G1, то есть обладающая всеми ее признаками, такими как инфильтрация предсуществующих костных балок, миксоидная строма, повышенное количество метозов, но расположенная в костях, в длинных трубчатых костях, крупных и мелких. И для хондосовкома, так же как и для энхондома, установлена специфическая генетическая перестройка в генах IDH1 и IDH2, которая, как мы видим на схеме внизу, в случае хондосовкома, сочетается также с мутациями в гене РБ. Соответственно, хондосовкомой будет называться опухоль аксиального скелета и плоских костей. При этом наиболее худшим прогнозом будут обладать опухоли, локализованные в костях таза. Также патогномоничные генетические перестройки были найдены для гигантоклеточной опухоли. Это мутация в гистоне H3.3. И мы сейчас можем их выявлять с помощью новых антител, например, таких как G34W в случае с гигантоклеточной опухолью костей. При этом доброкачественная фиброзная гистеоцитома костей, которая была в прошлой классификации 2013 года, сейчас удалена из классификации. И гигантоклеточное образование мелких костей кисти и стопы, которая тоже была в прошлой классификации Giant Cell Legend of Small Bones, она называлась. Сейчас, за счет того, что в них тоже была найдена перестройка USP6, она произведена как вариант солидной аневризмальной костной кисты. А при этом доброкачественная фиброзная гистеоцитома костей фактически это нестандартная локализация в диафизе гигантоклеточной опухоли. Также очень сильно расширился раздел в астероид-продуцирующих опухолях, который тоже посвящен их патогенезу и их молекулярным характеристикам. Были найдены специфические перестройки, характерные для астероитостоломы и остробластомы в гене ФОС, которые также появилась возможность детектировать, в том числе и моногистохимические, что особенно важно в случаях остробластомоподобных остросарком. И была установлена связь в патогенезе хайгрейд остросарком, таких как конвенциональная остросаркома, мелкоклеточная, телеангиокатетическая и хайгрейд поверхностная остросаркома. Было установлено, что они обладают комплексным кариотипом, в образовании которого участвуют такие процессы, как хромотрипсис и категис. Это взрывные комплексные изменения в кариотипе, которые, как сейчас предполагаются, возникают вследствие нарушения процессов деления клетки. хайгрейд остросаркома. Именно этим хайгрейд саркома будут отличаться от логрейд саркома, таких как логрейд центрального остросаркома и пара остального остросаркома, для которых характерны в большинстве случаев специфические перестройки в генах амплификации МДМ2. Вот здесь мы можем видеть на таблице весь спектр генетических перестройок, которые с различной частотой могут наблюдаться в хайгрейд остросаркомах и сочетаться в них. Какое это значение несет, прежде всего, для лечения, учитывая, что процессы хроматописиса и категиса в данных опухолях играют важную роль для патогенеза, нужно очень осторожными быть в использовании средств, которые влекут повреждение ДНК и использование ионизирующего излучения при лечении данного типа опухолей. Собственно, все. Продолжение следует...